Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Захарова и коротко о событиях города и края. В связи с пожароопасной ситуацией, постановлением администрации на территории Донегорского городского округа введен особый противопожарный режим. Глава региона Олег Кожемяка назвал основные задачи властей и служб в этот период в Приморье. Ликвидировать пожары в первые сутки, не допускать распространения очагов возгорания, выдвигаться на термоточке в ранние утренние часы. Такие задачи поставил Олег Кожемяка перед главами муниципалитетов и профильными ведомствами на ближайшие несколько недель в рамках особого противопожарного режима. Губернатор провел селекторное совещание со всеми задействованными сторонами в 5 утра в воскресенье 11 апреля. По его словам, селекторные совещания в ранние утренние часы станут регулярной практикой на ближайший период. Это позволяет владеть оперативной информацией о возгораниях на местах и, соответственно, быстрее реагировать на поступившие сигналы. Ежедневно докладывают главы тех территорий, на которых зафиксированы термоточки. Доброе утро, коллеги. Сегодня мы начинаем с вами работу по новому формату. В Приморский край вступил в пожароопасный период, поэтому мы, как и договаривались, там, где есть термоточки, там, где локализованы, но не ликвидированы пожары, главы муниципальных образований, оперативный штаб будут работать в круглосуточном режиме. Мы определили, что самое лучшее время тушения пожаров – это первые утренние часы. Должны выдвигаться группы для тушения лесных пожаров. В составе групп обязательно должны находиться представители и администрации, те, кто будет эту историю контролировать. Группы должны быть обеспечены всем необходимым снаряжением. Губернатору доложили, что по состоянию на 5 утра 11 апреля в крае за сутки зарегистрированы 203 термоточки, 22 природных пожара на площади 502 гектара. Ликвидированы 20 из них. Продолжает действовать два пожара в Хасанском районе и Октябрьском округе. Специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю напомнили, что за нарушение требований особого противопожарного режима в крае предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 4 до 500 тысяч рублей. Только за прошедшие сутки в отношении жителей региона составлено 43 протокола. Губернатор также подчеркнул, что во время особого противопожарного режима в муниципалитетах также должна вестись профилактическая работа о недопустимости разведения костров во время выездов на природу. Важно понимать, что это может привести к печальным последствиям как для тех, кто находится в лесу, так и для населенных пунктов. Жители Дальнегорска приглашают пройти ежегодную диспансеризацию. Она проводится в целях оценки состояния здоровья и раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, а также риска их развития. Подробнее об этом рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Дальнегорской центральной городской больницы Наталья Цыкунова. Хотелось бы пригласить на прохождение дополнительных профилактических осмотров. Когда-то в предыдущие годы, еще родители мне рассказывали, была всеобщая диспансеризация. То есть каждый человек хотя бы раз в год прошел какое-то минимум обследование. Вот сейчас мы тоже приглашаем всех жителей Дальнегорского городского округа для прохождения профилактических медицинских осмотров диспансеризации с определенным курсом минимальным объемом обследования. В этот минимальный объем обследования у нас входит клинический анализ крови, кровь на холестерин и сахар, ЭКГ, флюорография, маммография, калмы, скрытую кровь – это выявление онкологических заболеваний, ну и, конечно, консультирование с фельдшером, который всем этим занимается, проведение антропометрии, измерение веса, роста, выявление патологии с обменными процессами. И я считаю, что эти мероприятия, конечно, нужно проводить для себя каждый год, поэтому я всех приглашаю обращаться в регистратуру, и вас направят, в каком кабинете все эти мероприятия будут проводиться у вас. Записаться на диспансеризацию можно, позвонив в регистратуру по телефону 3-15-95 или обратиться в медицинское учреждение лично. Личный прием граждан проведут прокурор города Дальнегорска Антон Быков и помощник уполномоченного по правам человека в Приморском крае. Прием организован в целях обеспечения защиты прав граждан и будет проводиться 28 апреля с 14.30 в помещении прокуратуры. Предварительно записаться на прием можно по телефону 2-75-65. 12 апреля отмечается День космонавтики. В школе номер 25 пришел цикл мероприятий, приуроченный к этой знаменательной дате. Подробности смотрите далее. Звездное небо всегда привлекало взоры людей, манило своей неизвестностью. Люди мечтали узнать о космосе как можно больше. Так началось время космических ракет, спутников и луноходов. Впервые День космонавтики отметили в 1962 году, ровно через год после первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным. А в 1968 году он получил мировое признание и обрел приставку «Всемирный». 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе более чем 60 стран была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос. Мероприятия, посвященные этому празднику, ежегодно проходят по всей стране. Исключением не стала и Дальнегорская школа номер 25, где 12 апреля для детей младших классов состоялась познавательно-игровая программа. Ребята узнали, что такое Млечный Путь, вспомнили строение Солнечной системы, а также выдающихся космонавтов и тех, благодаря кому стали возможны полеты в космос. Не обошлось и без веселых игр. Дети отправились в космическое путешествие. Разделившись на команды, они прошли настоящие космические испытания. Музыка 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 Помимо познавательной игровой программы, старшеклассниками, членами Школьной Демократической Республики Лучегория, был организован флешмоб для учащихся начальной школы, который открыл Дорошенков-Семен крылатые фразы Юрия Гагарина «Поехали!». Сегодня вся наша страна отмечает 60-летие первого полета человека в космос. Этим человеком был Юрий Алексеевич Гагарин. По всей стране, во всех школах России проводятся различные акции по этому празднику. Первые слова Юрия Гагарина «Поехали!» стали крылатыми. Сказал «Поехали!» Гагарин. Ракета в космос понеслась. Вот это был рисковый парень. С тех пор эпоха началась. Эпоха странствий и открытий, прогресса, мира и труда, надежды, желаний и событий. С тех пор все это навсегда. Мы присоединяемся к этому празднику, и я вам говорю «Поехали!» Все приборы в море. Настояние нормальное. Поехали! В космос ждет Все в полет. Посадили дядю Юру в быструю ракету, чтобы облетел на ней он целую планету. С космодрома ближе к звездам улетает Юра. Нам помажет, нам помажет Юра с Байконура. Нам помажет, нам помажет Юра с Байконура. В школе к знаменитой дате ученики 3-го А-класса со своим классным руководителем Ириной Батуриной организовали выставку рисунков «Космос. Это мы», где дети, представив себя космонавтами, отправились в космический полет, изображая на бумаге бескрайние просторы Вселенной. У времени есть своя память, история. Фильмы, книги, рассказы наших дедов и бабушек о военном времени. Все это навеки оставило след в душе каждого из нас. Ежегодный художественный фестиваль «По дорогам войны и мира», посвященный патриотической песне, состоялся во Дворце культуры химиков 9 марта. Подробности смотрите в следующем сюжете. Целью мероприятия является выявление молодых талантов исполнителей и чтецов, а также военно-патриотическое воспитание молодежи на примерах героических традиций русского народа. Это уже 20-й фестиваль юбилейный, и мы решили его провести в этом году более масштабно и приняли участие в конкурсе, в котором выиграли грант на реализацию данного проекта в этом году. Но из-за пандемии нам пришлось перенести мероприятие на полгода, но мы наконец-то смогли его реализовать. Сегодня в номинации «Художественное слово» мы с вами услышим 41 произведение. Это количество показывает, насколько молодежь интересуется историей нашей Родины. Хочется пожелать всем участникам удачи! В фестивале приняли участие очтецы, вокалисты, студенческие коллективы, учащиеся не только музыкальной и общеобразовательных школ, но также художественной самодеятельности. Самые юные участники фестиваля вошли в категорию до 8 лет. Спать легли однажды дети, окна все затемнены, а проснулись на рассвете, в окнах свет и нет войны. Можно больше не прощаться и на фронт не провожать, и налетов не бояться, и ночных тревог не ждать. Люди празднуют победу, весь летит во все концы. С фронта едут, едут, едут наши деды и отцы. И смешались на платформе шумной радостной толпой сыновья военных форме и мужья военных формах, и отцы военных формах, что с войны пришли домой. Здравствуй, воин, победитель, мой товарищ, друг и брат, мой защитник, мой спаситель, красной армии, солдат. Фотография вложена в старую книжку и забыта среди пожелтевших страниц. Невысокий, в шинели, какой-то мальчишка, улыбаясь, глядит из-под длинных ресниц. Карандашная надпись «Зима, сорок третий» и чуть ниже другая погиб, как герой. Сколько их безымянных героев на свете, сколько их никогда не вернулось домой. Им бы жить без забот и дружить, и влюбляться. Только вдруг в летний день объявили войну, и они, взяв винтовки, свои восемнадцать, шли на фронт погибать, защищая страну. Сколько судеб несложено, песен не спето, сколько жен, матерей оставалось без сна. Так зачем же, зачем в это страшное лето «Вдруг на нашей земле появилась война?» Из учебника вновь оживает картинка, раздвигая границы, события и даты, словно в память о прошлом со старого снимка. Улыбаясь, глядит незнакомый солдат. Он — герой. Это значит, что он не сдавался. Это значит, ни шагу не сделал назад. Может быть, он в окопе один сдавался, прикрывая собой отступавший отряд. Может, в грохоте хриплом немецких орудий батальон за собой в атаку повел. Только он не вернулся, как многие люди, те, кто с этих боев никогда не пришел. Особенно важное значение имеет военно-патриотическое воспитание в жизни подрастающего поколения. История всегда была, есть и будет частью жизни каждого. Эта неотъемлемая часть позволяет узнавать прошлое, историю и культуру. 9 и 10 апреля в рамках спартакиады школьников Дальнегорского городского округа прошли соревнования по баскетболу среди юношей. Подробности смотрите в следующем материале. Баскетбол появился очень давно. С тех давних пор он завоевал популярность среди спортсменов во многих странах мира. Со временем менялись правила, но цель игры в баскетбол оставалась неизменной. Это забросить мяч в корзину соперника большее число раз за установленное время. Сейчас эта спортивная игра одна из самых популярных среди школьников. Как и любая командная игра, она объединяет ребят, делает их более дружными, помогает научиться чувствовать команду и себя в ней. В первенстве Дальнегорского городского округа по баскетболу приняли участие пять городских школ. Соревнования проходили по круговой системе, когда на игровом поле все команды играют между собой. Команда школы номер два с первых игр захватила лидерство и не проиграв ни одной встречи заняла первое место. Второе место с одним поражением заняли спортсмены школы номер 25 и третье место получила школа номер один. В Приморье пресечена незаконная игорная деятельность. Сотрудники полиции совместно с коллегами Следственного комитета при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли незаконную игорную деятельность на территории Артемовского городского округа. Подробнее в материале наших коллег и спецслужбы ОМВД России по городу Артему. В Приморском крае пресечена деятельность организаторов нелегальных покерных турниров. Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела ОМВД России по городу Артему получили информацию, что в помещении, расположенном по улице Ключевой, в нарушении законодательства Российской Федерации осуществляет деятельность нелегальный клуб для игры в покер. Сотрудники полиции и Следственного комитета при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели проверку по указанному адресу. При проверке сведения о нарушении законодательства подтвердились. За организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенную группой лиц по предварительному сговору, российским законодательством предусмотрена ответственность от штрафа в размере до миллиона рублей до лишения свободы на срок до четырех лет. Во время спецоперации в зале находилось 12 человек из числа игроков и сотрудников нелегального заведения. В помещении проведены обыски, в результате которых изъяты фишки, наборы для покера, игральные карты, столы для игры в покер, бухгалтерские записи. По подозрению в причастности к организации и проведению азартных игр задержаны трое местных жителей 1964, 1981 и 1983 годов рождения. Установлено, что с целью получения прибыли от незаконной деятельности трое жителей города Артема оборудовали арендованное нежилое помещение для проведения азартных игр. Подпольное заведение работало в закрытом режиме с соблюдением мер конспирации. Вход осуществлялся по предварительной договоренности в мессенджерах и только для постоянных клиентов. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Артему. Расследование уголовного дела продолжается. Отметим, что с 2015 года открыта игорная зона Приморья, одна из четырех официально установленных игорных зон России. Работа по выявлению и пресечению фактов нелегальной игорной деятельности на территории Приморского края продолжается. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 Продолжение следует...